На севере страны началась тотальная вакцинация птиц. Ветврачи пытаются спасти кур и уток. Мор не прекращается. Вслед за североказахстанской областью пернатые стали гибнуть в соседних регионах. И это не на шутку перепугало все местное население. И хотя в Акмолинской и Карагандинской областях диагноз не подтвердился, специалисты призывают не расслабляться. Что происходит на местах, сейчас узнаем от наших собственных корреспондентов региона. В северном Казахстане ждут решительных действий от республиканского спецотряда, приехавшего бороться с птичьим гриппом. Его специалисты до сих пор не пошли по дворам собирать и уничтожать погибшую птицу. Пока установили лишь санитарные посты. Сегодня к ночи дисбарьеры обещают установить во всех населенных пунктах, где введен карантин. Но там, где их уже поставили, сразу возникли проблемы. Сооружения оказались хлипкими. От проезда больших грузов их повело в первые же часы. Водители легковушек и вовсе боятся повредить авто и стараются проехать мимо. Главный удар по очистке подворья от мертвых птиц пока принимают на себя только местные ветеринары. Они же проводят свою дезинфекцию подворья и пока здесь ждут обработку республиканских сил. Инфекция выявлена уже в 17 населенных пунктах. В шести из них завтра тоже введут карантин. Птицеводы говорят, что уже начали составлять акты для получения компенсаций. Тем временем санитарные врачи беспокоятся за здоровье самих птицеводов. Нашими территориальными управлениями Департамента контроля качества, безопасности и услуг совместно с медицинскими организациями области проводится подворовой обход. Устанавливается круг контактных лиц. Также раздаются памятки по профилактике птичьего гриппа. На сегодняшний день установлено более 450 человек контактных. Они находятся под тщательным медицинским наблюдением. Медики уверяют, что случаев заболевания птичьим гриппом среди людей нет. И это пока единственная хорошая новость. Только на подворьях официально погибло почти 13 тысяч птиц. Вакцину получили 62 тысячи кур и уток. При этом печальную вирусную эстафету у Северного Казахстана уже переняла Акмолинская область. Моя коллега Дамира Абдрахманова расскажет подробнее. Вслед за Северным Казахстаном птичий грипп объявился и в Акмолинской области. Массовый падеж зафиксировали уже в шести районах. При этом лабораторный диагноз подтвержден лишь в одном ауле. Там насчитали свыше 200 погибших птиц. В селе ввели карантин, который снимут только через три недели с момента последнего случая заражения. Сейчас ветеринары решают вопросы о необходимости уничтожения всей домашней птицы в карантинном ауле. Всего же в области за несколько дней пало почти 500 гусей, кур и уток. Что стало причиной, пока неизвестно. Результаты анализов будут готовы только через три дня. Однако местные власти уже приняли решение в эту субботу на традиционную сельхозьярмарку в столицу. Из Акмолинской области не повезут ни мясо домашней птицы, ни яиц, чтобы избежать распространения инфекции. Наша область подала заявку на 510 300 доз для вакцинации против птичьего гриппа. Здесь не рассматривается вопрос больших птицефабрик, так как этот вопрос будет решаться дополнительно министерством сельскохозяйства. Скорее всего сегодня или завтра уже получим и начнем вакцинировать пока условно здоровую птицу, где зарегистрирована падеж птицы. А вот в соседней Костанайской области аппетиты куда скромнее. Там для вакцинации запросили почти в 25 раз меньше. Всего-то чуть больше 20 тысяч доз и большую часть прививок уже сделали. Птичий грипп в регионе официально подтвержден в трех населенных пунктах, где погибло свыше 200 голов. Под вопросом еще три района, а в целом количество павшей птицы уже перевалило за 500. К слову, в Костанайской области, так же как и в Северном Казахстане, массовый падеж зафиксирован не только на частных подворьях, но и на местной птицефабрике. Правда, лабораторно птичий грипп там тоже еще не подтвержден. Сколько ни сушек погибло на производстве, местные власти не уточняют. А вот что происходит в центральном регионе страны, расскажет моя коллега Айгерим Бухтаева. В Карагандинской области все внимание сейчас приковано к Нуринскому району. В двух селах за сутки пали 86 птиц. В Тасуат и Изинды выехало областное начальство. Специалисты рассказывают, что фермеры не замечали у птиц каких-либо симптомов. Сейчас кур стараются держать в сараях и дезинфицировать помещения. А ветеринары просят не паниковать и не делать преждевременных заключений. Все анализы направили в столичную лабораторию. 43 голов сей и 43 кур. Так как владельцы животных не имеют определить клинику, это только определяют. Были отобраны пробы спавших животных, а также пробы крови здоровых птиц. И были направлены в город Нуринскому району на ветеранно-референтный центр для исследования, для уточнения диагноза. Результаты анализов ждут к концу недели. Ажиотажного спроса или дефицита куриного мяса в регионе тем временем не наблюдается. Продукция подорожала, но торговцы связывают это с сезонностью и ростом цен на корма. У нас не сильно подорожало в Карагандинской области, потому что у нас здесь три птиц в фабрике. Яйцо есть. 260 яйцов – это такая же цена и осталась. Она была чуть-чуть, может, на 2-3 тенге. Не сильно. Среди покупателей есть, правда, особо осторожные. Интересуются, из какого региона привезли яйца и мясо. Несмотря на то, что в нашей области птичий гриб еще официально не зафиксирован, власти приобрели около полумиллиона доз вакцины от вируса. Львиную долю получат птицефабрики. Оставшуюся ферму расположены в радиусе 20 километров от места очага. А что происходит в Павлодарской области, расскажет Игорь Казанцев. А в Павлодарской области готовятся закрыть на карантин сразу два аула. В населенных пунктах ветврачи тоже зафиксировали вспышку птичьего гриппа. От смертельного вируса погибло уже почти 2500 кур и уток. Предварительная причина заражения пернатых та же. Миграция дикой птицей из сопредельных российских регионов. Населенный пункт будет опахан. Будет один въезд и один выход. Значит, на посту будет работать Роспеканский прорезвьющий отряд, будет дезборьер стоять. Там будет пункт, где сотрудники полиции будут дежурить, сотрудники ветеранов службы будут дежурить, где будет именно запрещен вывоз и ввоз всей продукции птицеводства. На вакцинацию домашней птицы закупили 400 с лишним тысяч доз специального препарата. В регионе работают три крупные птицефабрики. Там опасный вирус пока не обнаружен. А дефицита мяса птицы и яиц в регионе не наблюдается. Тем временем местные лесники призывают жителей региона воздержаться от охоты на дичь. И хотя в регионе не зафиксировано заражение людей птичьим гриппом, специалисты советуют лучше перестраховаться. Репортеры КТК рассказали вам, как в их регионах пытаются предотвратить распространение птичьего гриппа.